Приходите, мы вам покажем. Почему тогда у нас миллионы таких долгов? Потому что вот долги, на окнах, вот там. Выйдите, вот сейчас подойдут люди, выйдите перед людьми, отчитайте. Выйдите, отчитайте в перед людьми, куда вы делите деньги. Старый председатель не хочет передавать дела и должность. И сказал, что давайте доказывайте судом. Прошел суд, 18 числа будет решение собрания. Бывший председатель, не председатель, что его собрание ничтожно. Где? Где? Покажите документы. А председатель сидит и возмущается, и ни в какую не сдает свою позицию. То, что говорил здесь Суворов, это совсем незаконно и неправильно с его стороны. Решение суда было совсем по-другому, как говорится, предъявлялся иск. Решение еще суда не получено на руки. И мы будем обжаловать это в Верховном суде. Потому что мы считаем, что или со стороны судьи неправильно было рассмотрено вот это вот, как бы, заблуждение. Куда деньги вы делаете? Предоставьте документацию, отчет. Люди покупают дачу 20 тысяч, куда вы их делаете? Она, получается, завышала здесь все цены. У всех участков завышала, превышала или делала виртуальные долги. Второе, значит, третье. По электроэнергии. Электроэнергии, оказывается, у нас накопился долг уже в 15 миллионов. Это за какой период? Это за период правления Людмилы Анатольевны Цвик. Она содержит здесь людей, то есть люди, рабочие, бухгалтера, сторожа и так далее, пенсионный фонд. Она не оплачивает. Опять же, долги, которые составляют 125 тысяч рублей. И везде долги, долги. И теперь она считает, что повышает тарифы и хочет, чтобы люди расплатились за ее долги. И как дальше быть, мы не знаем. А те деньги, которые собирали? Которые собирали, так понимаю, что все были потрачены на свои личные нужды. Очевидно, что и это не последняя стычка в громкой войне между участниками поселка. Мы будем следить за развитием событий. Наталья Китаева, Анна Огородник. Первая альтернативная.